Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня в серии интервью помощь родителя беседуем с Татьяной Волковой, которая является человеком, который проводит тест Аристотеля, это его полное название, правильно? Аристотеля, потому что его сокращенно называют Аристоун. Я немножко улыбнулся, когда услышал Аристоун, потому что у меня все-таки это стиральная машинка. Вот Аристотеля, тест, который помогает определить людям, фактически, если говорить, наверное, максимально кратко, свое предназначение в жизни, правильно? Можно так сказать? Свой выбор в жизни, да. Тест очень серьезный и большой, и так получилось, что для чистоты эксперимента я этот тест прошел перед тем, как все это затеять и общаться с Татьяной. Ну и, конечно, я сказал только часть информации, поэтому сейчас хотелось бы начать с того, чтобы Татьяна сказала что-то о себе. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Татьяна Волкова. Я учитель биологии уже с более 30-летним стажем. Когда-то я закончила биологический факультет, который мне очень помогает. Сейчас в интерпретации конкретно, если мы говорим сегодня о тесте, ну, называем мы его Аристот. Сокращенно, так проще так называют дети, так называют родители, в общем-то. И уже позже второе образование у меня психологический факультет университета Каратина. То есть я дипломированный специалист в области и педагогики, и психологии, ну и вот учитель биологии. Поэтому, ну, как бы, если кого-то волнует мое образование, то оно есть, и я сама отдаю дань классическому образованию. И верю в это. Это имеет место быть. Второе. В 2011 году наш директор Виктория Павловская-Кравчук нашла такой вот курс в городе Москве, который рассматривал профориентационный тест аристофилиума. И туда приехали авторы этой программы, которые составили. Это экспертная программа, поэтому тест звучит. Тест по профориентации и психометрии, потому что он соответствует всем стандартам и нормам подсчета. Создан он был в 1992 году. Вот авторы это программисты и авторы психологи. На основе, на базе некосийского университета в Кипре. Греческие ученые исследовались на основе его исследовательской работы, которая еще была сделана в программе Фартрам, помните, кто помнит такую программу, в 1974 году. То есть он впервые написал исследовательскую работу по профориентации. Это легло в основу Яна Кудатис и его фамилия. Это профессор некосийского университета. И с ним работали американские ученые, психологи, группа товарищей, которые разработали этот тест. И он долгое время в Европе использовался, в Соединенных Штатах использовался. И только в 2011 году он был переведен на русский язык. И поэтому мы можем его сейчас использовать в 2011 году. Тогда в Москве до всех наших печальных событий мы могли собраться. Психологи из СНГ и на базе Московского университета мы рассматривали это. То есть я, кроме того, что сейчас я сертифицированный психолог-консультант именно по программе Аристотелеон. То есть у меня, я проходила именно вот этот курс у авторов этой программы. Отлично. Скажите, пожалуйста, а как вообще вот вы, когда вам презентовали этот тест, да, когда с вами разговаривали, когда вот нашелся этот тест, да, ведь все-таки вы же могли тогда уже загуглить и сказать, а зачем мне вообще, например, вот это. И почему я должна, наверняка вы задавали себе вопрос, посвятить себя, получить этот диплом, учиться. Что же вас привлекло в этом тесте такого, что вы для себя решили, да, это серьезная история, я хочу с ней познакомиться, я хочу стать представителем, я хочу работать, потому что то, что этот, когда мы говорим тест, это у меня вот внутри даже, это одно отношение. Но когда мы говорим, что этот тест помогает сделать фактически некоторым выбор в жизни, то как будто бы уровень ответственности сразу стоп-стоп-стоп, а это же не просто тест. То есть вы фактически взялись за то, что вы будете помогать ну, серьезный стратегический выбор сделать получается. И вот какие вот ваши аргументы подкупили в этом тесте, что вы прям захотели. Давайте сначала, когда задали вопрос, да, как я к этому отнеслась. Ну, прямо скажу, очень скептически, потому что ломать себя уже в солидном возрасте тяжело и не нужно, как я считала. И поэтому, ну скажем, в отдавлении директора я поехала и, честно скажу, Москва. Ну, Москва. Ну, думаю, Москва. Ну, правда, там у меня был день рождения, немножечко это тоже, все это, вот воспоминания сейчас наклынули, как вы говорите. И в первый же день, когда встретились с авторами, они очень верно поступили. Они, как и вы, вот прошли, да, и я тоже первая из наших, вот, моих клиентов, да, всех. Я прошла этот тест. Прошла, не очень серьезно к нему относилась. К сожалению. Но потом я его еще раз проходила и, упреждая вопрос, можно ли пройти второй раз, он совпал с первым разом, несмотря на то, что я как бы отнеслась несерьезно. И увидев результат, вот пришла вера. Для меня очень важно верить. Вот вы говорите, конечно, никакой миссии я себе и стратегии не строила, когда туда ехала и даже когда вернулась из Москвы. Но у меня очень сильно, вот есть психологи такое слово, зацепило. Именно зацепило, потому что результаты, которые пришли мне, я бы немножечко по-другому построила свою жизнь. И это очень меня зацепило еще раз, тронуло. И я решила этим заниматься. Показала, конечно, директор, она сказала, тут же, тут же, она очень быстро реагирует на все. Тут же берем десятый класс и тут же проверяем и смотрим, правильно ли мы определили профиль, правильно ли выбрали сейчас. Это было впервые ребята, которые выбирали профиль. Так сложилось. Вот прямо. И мы стали работать. И первые, конечно же, консультации были тяжелые. Безусловно, я не считала, что я очень рекомендовала. Это не было. С прошествием времени, вот уже сколько лет, 10 будет в этом году. Собственно, вот 10 и прошло, как я училась. Я мониторю все это. И для меня очень серьезно, когда я теперь говорю с родителями, говорю с клиентами постарше, которые проходят, им что-то рекомендую, советую. То здесь я уже могу сказать, да, это имеет место быть, этому тесту можно доверять и очень доверять. Но, конечно же, это не приговор. Я не устаю повторять. То есть, вот прочитали и все, мы не движемся здесь. Этого, конечно же, я не могу сказать. Но я бы советовала прислушаться очень серьезно, потому что даже те, кто не прислушался, они все равно возвращаются к этому в той или иной степени, приблизительно. Это очень важно. Вот, ну, еще раз скажу, чтобы я могла консультировать, я должна в это верить. И я поверила в это, потому что сама через себя пропустила. Я знаю, о чем это. И результат меня, ну, не могу даже передать, насколько удивил. И я была потрясена, то что я очень пожалела, что в мое время не было такого теста. Я бы сделала немножко другое. И, может быть, была я еще счастливее, чем сейчас. То есть, я занимаюсь своим делом. И, правда, с удовольствием это дело. Но я была бы еще, еще успешнее, еще счастливее. Вот. Все, что я могу сказать. Поэтому миссию, я не могу назвать, что это миссия, но я бы очень хотела помочь многим в выборе своего жизненного пути. Потому что это огромная часть жизни больше, но иногда это больше, чем личная жизнь. Потому что выбрать правильно и заниматься, развиваться, это очень важно для личности. Очень важно. Для себя я ставлю это на первое место. Хотя я очень люблю свою семью, я люблю своего ребенка, но для меня очень важно, я амбициозная лично, для меня очень важно выбрать правильный путь. И я поэтому в это верю. И когда я рассказываю, мне верят другие. Потому что я это делаю искренне. И стараюсь не врать. Вот это, наверное, самое важное. Я с вами полностью согласен и поддерживаю вас в этом. Также вот и у меня мелькнула мысль после знакомства с вами, когда мы с вами только вот увиделись, первый раз и пообщались. И вы сказали об этом тесте. Я вам сказал, что хотелось бы на этом взять интервью. У меня сразу тогда мелькнула мысль, что да, интервью это первое, что я сказал. А второе, что я не сказал, а подумал. Надо сначала пройти самому. Потому что все-таки цель нашего интервью раскрыть людям, показать людям, что есть такая возможность. Вот. Но и нужно еще мне понимать, что эта возможность стоящая. И я вот тут пошел по этому пути, может, наверное, сложному. Я попробовал на себе. То же, чтобы вам доверяли. Да. То же, чтобы доверяли, да. Потому что, когда я рассказываю о какой-то школе, когда я рассказываю о каком-то специалисте в этой серии интервью в помощь родителям, то это либо по огромному количеству рекомендаций, либо это какое-то личное знакомство прямо-таки длиной годы. И это люди, которые действительно стоят того, чтобы. И вот я для себя, пройдя тест, понял, что да. Это мне интересно. Это раскрыть еще больше захотелось взять интервью. Потому что первоначальный интерес был, потому что я не сталкивался. Даже вот беря, когда брал интервью в других школах частных, вот мало кто говорит о том, что мы работаем с детьми, мы доводим их там до одиннадцатого класса, и мы хотим что-то им дать еще, помимо знаний, помимо нашей подготовки хорошей, наших маленьких классов, где 10-15 человек, нашего внимательного отношения к детям, поскольку их меньше и легче. А мы вот хотим еще дать такую, скажем так, направление, да, куда же им двигаться дальше. Поэтому вот это тоже вот отличает, на мой взгляд, гимназию Вереса, потому что это не у всех школ есть. Вот такое такое направление, что... И в связи с этим следующий вопрос. Вот, а есть ли информация, вот вы говорите, 10 лет назад перевели на русский язык, да? Да. Тест сам появился, видимо, еще раньше, да? Да, в девяностых. В девяностых. И законный, мне кажется, вопрос, если я еще не задам, будет в комментариях все писать. Так, а за эти же годы, получается, тест, он вообще следит ли он за временем? То есть, скажем так, те, кто его создал, они своего рода поддержку ему обеспечивают? А ведь профессии меняются, меняются психологические какие-то подходы появляются, да? Нет, условно. Меняется. Более того, даже форма оформления модернизируется, носятся новые профессии, время диктует. Кстати, сколько сейчас профессий? 2800 профессий заложены в программу. Ого. 2800, да. Я так подозреваю, что количество, видимо, увеличивалось по сравнению с тем, что было изначально, когда вы 10 лет назад. Было 2000, а сейчас 2800. Да. Это очень важно, что тест подтверждается. Я встречаю, даже рассматриваю новые профессии, о которых я не слышала. Я гуглю, смотрю перед консультацией, потому что выпадают, да, они меняют и меняют формы, более усовершенствуют. Безусловно, меняются университеты, которые, вот карта интересов. Над этим работают постоянно и проводятся семинары. В прошлом году авторы приезжали в Киеве. Я была на этом семинаре, тоже мы еще раз его рассматривали. То есть, безусловно, что меняется, но не коренным образом. То есть, добавляются профессии именно, но базовая разработка, она не меняется. Да, она уже, видимо, достаточно удачная. Удачная, потому что вот эта комбинация вопросов, их всего 413 онлайн, они тоже проводят мониторинг, рассматривают, опрашивают людей, которые прошли, тысячи людей, которые в Европе это проходят. Он очень валитен, тест в европейских университетах. Поэтому они этим очень серьезно занимаются, обеспокоены и очень хотят, чтобы в странах СНГ, вот там, где русскоязычное население, тоже проводился этот тест, потому что им необходимо для статистики проверить, работает ли это в Украине, работает ли это в России. Но, к сожалению, у нас очень мало. В Украине распространен этот тест, когда-то был в Одессе, в связи с событиями, там специалист, который этим занимался, вообще эмигрировал. Поэтому я не знаю, широко известных людей, раньше мы встречались на выставках каких-то образовательных, общались, но вот такого движения масштабного. Я не наблюдаю в Украине. Ну, это очень важно, что тест поддерживаешь, что тестом занимаются, потому что, когда ты узнаешь, что что-то давно создавалось, возникает это сразу вопрос, с учетом того, что все меняется. Поскольку сейчас в социальных сетях развито вот это все, тестирование, всякие приложения, кем бы вы были, если бы были кошкой, вот вы знаете, все. Я, когда проходил тест, немножко напрягся. Так, подождите, 413 вопросов. Надо, значит, как-то настроиться. Вот так пролетело. То есть, я... Потому что работали психологи с такими званиями, которые имеют, если вы загуглите, кто такой профессор. Яна Кубатис, кто такой Холланд, это профессор американских университетов. Он не просто психолог, это его тоже вторая. Он изначально технолог. В общем, у него инженерное образование. Ну, там, люди с такой биографией, которым можно доверять. Я тоже это все еще напоминаю, что я скептически дошла. Все это прочитала, и этим людям можно доверять. Ну, вообще, само слово «тест» у меня со школьной скамьи тоже вызывало. Поэтому я тоже долго раскачивался, чтобы с вами связаться на предмет, а давайте перед интервью я пройду. Потому что «тест», ну, «тест». Ну, это такое слово какое-то заедшее. Ребят, вы серьезно? Ну, «тест», ну, елки-палки». Значит, это «тест». Да, да, он так и называется. Он называется. Ну, вот оно какое-то… И когда я… Единственное, что я понимаю, что это, конечно же, важно, я перед… Вот этот вот скепсис, чтобы убрать свой, я себе сказал, вот, максимально расслабься и максимально прислушивайся перед каждым вопросом. Правильно. Правильно. знал эти мысли. Нет, стоп, вот говорил себе, стоп, нет, нет, не надо. Давай вот прислушивайся к себе. Прислушался, ответил, ответил. Пятьдесят минут, кстати, я его проходил. Пятьдесят минут. И… Ну, было… Ну, было… Было интересно. И все на одном дыхании. Потому что вы мне сначала сказали, что там где-то, может быть, полтора часа что-то там. Я настроился, выделил время. Настроился. Получилось. Я говорю обязательно, потому что, вообще, наша встреча состоит из трех, как бы, таких блоков. Первое – это вот первичная, называется первичная консультация, там где-то анкетирование, настрой, карта интересов. Вторая часть – это психодиагностика. И третья часть – это консультирование, где вторичное, где идет интерпретация. То есть, структура такая. Получается, три контакта с вами. Да. Предварительный, вот этот вот сам, непосредственно. Первичная консультация – психодиагностика вторая. И третья – это вторичная консультация, где я консультирую, но интерпретирую результат именно вот человека, который проходил. Да. Не вообще, а загали, а индивидуальная консультация. Да. Чтобы помочь понять, потому что это то, что это нужно. Это я на себе очень подробно написано. Если я не ошибаюсь, 26 листов полных в PDF-хайле. 25, может быть, что-то такое. Я сейчас вам дам ваш результат. 38. Это ваш лучший. О, отлично. Видишь, это я, все тут про меня. Да, очень-очень серьезная вот такая вот папка. Вот. И здесь много всего написано. И когда начинаешь читать, начинаешь смотреть на таблицы, то, конечно, ты сразу… Так, это я могу себе задавать, да? Да, это ваш личный. Это всем абсолютно выводится. Отлично. Спасибо. Так. И, да, мне это сначала в электронном виде пришло, но чтобы быстрее… Девушка, надо объяснить, что его можно проходить тест, можно проходить онлайн. И Денис проходил онлайн, поэтому мы с ним консультацию проводили в таком режиме. То есть, у нас все три этапа прошли в режиме онлайн. В режиме онлайн. Упреждая вопрос, можно ли пройти онлайн. Да, да. Можно. Это на выбор. Да. И контакты Татьяны обязательно будут под этим видео, где бы вы его не смотрели. Или в Ютубе, или в Инстаграме. Поэтому связывайтесь напрямую с официальным сертифицированным представителем. Это очень важно. Или можно пройти оффлайн. То есть, и получить сразу бумажную информацию. Вот мы сейчас к этому, кстати, подходим. Потому что я-то с Татьяной познакомился, и мы сейчас находимся в стенах гимназии Вересень, куда я пришел с целью взять интервью Виктории Анатольевны Павловской-Кравчук. И здесь, если вы в Ютубе смотрите, где-то будет ссылочка на это интервью. И Виктория Анатольевна, директор гимназии Вересень, познакомила меня с ключевыми, на ее взгляд, сотрудниками, чтобы они мне показали ключевые объекты гимназии. Вот один из сотрудников Татьяна рассказал про тест, и сразу мы обменялись телефонами, и сразу возникла идея интервью. Так вот, значит, гимназия Вересень находится в этом отношении, в каком-то особом положении, если можно так выразиться, потому что Татьяна работает здесь. И вопрос тогда, как же проходят ваши ученики это, и проходят ли они все или не все, и заодно тогда уж скажите оптимальный возраст для начала. Вот когда первое касание с этим тестом реально делать? Ну, есть официальные возрастные ограничения, это от 13, полные 13 лет должны быть до 60, включительно. Я рекомендую, исходя из моего опыта, 15 лет. 15 лет. Это у нас, получается, 9 класс, правильно? Да, это во втором семестре 9 класса, как правило, дети могут уже проходить. Почему? Потому что им надо определиться с выбором профиля, так как в школы у нас уже профильные становятся. Школы 10-11 класс. Это очень важно. Как бы наставят такие условия, и необходимо ребятам выбрать, какой профиль. Поэтому я рекомендую в 15 лет. У меня, конечно, были в 13 лет, это тоже соответствует. Можно от 13. То есть тест вот с остальными авторами от 13 лет. Раньше не нужно. И до... Вот такое возрастное ограничение. Как наши дети проходят? Да, сели. Они очень сели, они просто ждут его, не могут дождаться. Потому что это уже, знаете, как передается из поколения в поколение. И когда это будет? То есть в этом году у нас 15 детей проходило, 9 класс, 15 учеников. Они просто за неделю прошли, потому что я не знала, что делать. Я работала, знаете, как столевар, не останавливая... В две смены, да? Если не в три. Да. По той причине, что они хотели очень быстро, а мне же нужно, кроме того, чтобы пройти, провести консультацию. Но они хотели все... Как только открылся шлагбаум, они уже побежали. То есть проблем не было. Это наработанное уже годами. То есть они доверяют, они уже рассказывают. То есть дети же вы не обманете. Да. Они ждут, они видят, обмениваются. Я... Кто-то переживал, когда узнал результаты? Да. Потому что были вообще не те, что ожидали. Не те, какие хотели. Были неожиданные результаты. Абсолютно. И для родителей. И для... Самое тяжелое – это родители. Угу. Ну конечно, да. Потому что родители настроены уже на определенную какую-то профессию. Более того, в нашей школе очень многие родители хотят передать свое дело, какой-то бизнес. Ну да. Поэтому у нас... А тут вдруг ребенок... Простите, врач. Да. У бизнесменов. У бизнесменов. И никаких складов. Если бы... Врачи еще это переживут. Да. Если, не дай бог, какая-то творческая профессия. Это совсем трудно ломать. Да. Но никто не ломает. Это должны на семейном совете, конечно, по-любому нарешить и понять, что ребенок совсем не бизнесмен. Совсем, скажем. Ну это... Ну мы определенную ситуацию берем. Такую разу будет. Угу. Угу. Ну, как правило, сейчас родители гибче стали. То есть, понимают, что... Ну, хотелось бы передать все равно. То есть, они приходят с одним настроем иногда уходят. Но чаще получается, что передается генетически. Угу. Скажем, да. Бизнесмены наши, они передают детям генетический свой предпринимательский талант. И дети тоже могут этим заниматься. Поэтому, как конфликта... Как такового, серьезного? Как такового нет. Суперконфликтов нет. Да. Сложности это договориться. Да. Ну, я не могу даже вспомнить вот так. Ярко какую-то, когда родители были... Уже родители согласны. Более того, родители берут своих старших детей, которые не учились у нас в школе, проводят. Некоторые сами проходят, потому что им так и настолько становится, вот, опять-таки, интересно. Им как обух по голове, они проходят еще сами. Вот. Вот почему, может, я не то выбрал. Может, я не кем стал. Особенно мама. Потому что папы как бы реализовались в своей жизни, а мамы, ну, не нашли себя. Вот. Часто такое бывает. Что ребенок у вас проходит тест, а потом мама звонит вам, говорит, Татьяна, а можно и мне к вам подойти? А то у нас папа... Причем, опять-таки, очень побаиваясь. Вот как вы рассказываете свою историю переживать. О, сейчас мы к ней перейдем. Вот так же, примерно по тому же сценарию все и проходит. Угу. Но это нормальное явление, потому что человек переживает. Конечно. И вот еще раз повторю, выбор в своей жизни, и чтобы пришло сознание того, что я что-то сделал не так, это с тобой вот очень трудно договориться. Ну да. А скажите, вот удавалось ли вам проследить, ребенок тест Аристотеля прошел, на основании рекомендации теста выбрал ВУЗ, и потом о нем что-то известно по поводу его дальнейшей реализации в жизни. И можно отсюда, соответственно, сделать выводы, что да, есть вот так сказать, потому что если 10 лет тесту, то получается какая-то уже какие-то есть продолжительные интересные результаты. Ну, я вам скажу, задаю часто этот вопрос. Понимаете, тем ребятам, которые прошли впервые, это 95-й год рождения. Да. Считается им сейчас 26 лет. Угу. Чтобы вот таких вот суперрезультатов я вам не назову. Ну да, это просто малолетнейшее. Я могу назвать их только, ну, чтобы они в профессии состоялись. Я могу вам сказать, что они как студенты состоялись. О, это уже не мало. Вот, они поступили в профильные вузы, которые… Рекомендовал тест, да? Рекомендовали, да. Да. Поэтому они были успешными студентами. Некоторые из них уехали за рубеж учиться, продолжают там, ну, те, кто врачи. Но вот я не могу вам сказать, то есть поступили в аспирантуру, но чтобы… вот сейчас они продолжают. Еще раз повторяю, это 95-й год. Ну, конечно, да. Закончили, работают по своей профессии и говорят, что правильно, что прошли и выбрали. То есть это подтвердило либо у них были сомнения, либо подтвердило их выбор, либо вообще это был кардинальный поворот. Скажем, такое. И такое было, когда… И, тем не менее, в результате кардинального поворота успешное студенчество они реализовали. Да, они не пожалели о том, что выбрали. Вот это… Это очень интересная ломба. Да. Вот этого не было. Но, честно вам скажу, что, ну, чтобы назвать сейчас… Ну, 26 лет – это максимум. Ну, да. И все остальные… Да. Ну, я вот этому рада, то, что они… Даже те, кто понимают, что они закончат украинские вузы, вот те же биологи, врачи, и они не будут получать тех больших денег, они не будут там кем-то… Они сейчас подрабатывают совершенно в местах, которые страшно назвать, ну, вот, не по специальности. Ну, конечно. Все равно говорят, что мы очень рады, что мы выбрали этот вот, что мы учимся с удовольствием, что даже я буду зарабатывать деньги, но это будет моим хобби. Я все равно это не оставлю. Ну, потому что оно диктует условия нам, вы понимаете, что окружит все, что происходит у нас в государстве, что происходит вокруг и вообще все эти события, в общем-то. Но они абсолютно… Никто еще не сказал, и возвращаясь к началу нашего вопроса, все в ожидании. Более того, и родители ждут. Я все время уменьшаю, уменьшаю возраст. Вот буквально у нас состоялись родительские собрания в июне месяце, я уже восьмому классу родителям рассказываю, мне были очень заинтересованы уже родителям, мне говорят, когда это начнется. То есть, это дети уже рассказали родителям, уже не в девятом классе, а уже в восьмом классе. И я подробно останавливалась обычно это делаю. В девятом классе уже я в восьмом. И вот, ну, многие рассказывают своим родственникам, друзьям, потому что дети не могут другие, которые не учатся в нашей школе, определиться, потому что они уже пошли и учатся там на физ. профиле или на филологическом профиле или еще, а у них непонятно, какой ВОЗ выбрать совсем. Ну, потому что школа выбрала этот профиль, они живут или учились в этой школе. Ну, в общем, там вот такие сложности возникают. Мы как бы помогаем им решить эту проблему хотя бы хоть как. Да, ну это очень здорово, что это есть у вас и что вы так к этому относитесь. И здорово то, что если вдруг ребенок не является вашим учеником, все равно к вам можно обратиться и воспользоваться этой. Да. И я на запуску решил оставить самое интересное. Результаты моего теста. Значит, ну, то, что я был удивлен сказать, это ничего не сказать. Значит, я сначала хочу сказать, постараюсь вкратко, что я думаю по поводу этих результатов, а потом попрошу вас квалифицированно все это прокомментировать, насколько это все совпадет, мое понимание. Значит, ну, я, кто уже видео мои там посмотрел раньше, перед этим подписан на канал, я психолог, работаю в теме дискорротических семейных отношений и еще я немного педагог. Всем этим делом я занимаюсь 14 лет. Когда у меня, когда я иду просто по улице я иду, то мой внутренний радар отслеживает, что угодно он отслеживает, только вот самое главное, в общем, для меня это отношения. Я могу идти по району и слышать, как ругается мама, не слышать, как гавкает собака, слышать, как мама ругает несправедливо своего сына на площадке и думать о том, что сейчас бы лучше сделать с этим сыном в этой ситуации, а не то, что делает мама. Вот так вот. И мой внутренний радар просто заточен на это. И это уже много лет. Поэтому я живу с мыслью о том, что у меня все хорошо. Я прохожу тест Аристотель, но еще раз повторюсь, для того, чтобы честно взять это интервью и вот с той энергией, с которой я сейчас вам рассказываю, с которой общаюсь Татьяна, чтобы вам его рекомендовать. Но я вдруг узнаю про себя, что у меня, оказывается, есть наклонности лингвиста-инженера. И первая мысль еще до того, как Татьяна прокомментировала мне все это, первая мысль, что, черт возьми, происходит? Какой инженер-лингвист? Ну, допустим... И как я понял это для себя? Значит, когда я веду семинары для родителей, когда я записываю какие-то свои ролики, когда я где-то выступаю, что инженерного хорошо, раз уж тест прав, что инженерного есть у меня? Я люблю схему. Я люблю через схему показать взаимоотношения людей, я люблю показать через схему какие-то варианты развития отношений, какие-то варианты решения проблемы или каких-то, опять же, в отношениях. Что лингвистического во мне есть как психологи? Я очень люблю филологические шутки, я люблю филологический юмор, я люблю точные высказывания, я люблю подобрать слова, я люблю метафоры. Ну, и коллеги мне не раз делали такой комплимент, что у тебя с метафорами просто очень хорошо. Поэтому, пожалуйста, если там было какое-то общее обсуждение, ко мне даже обращались там, а ну-ка, дай метафору. Ты же по этому специалист. Вот так вот я понимаю. То есть, от разочарования до какого-то объяснения, почему это все так тест мне выдал. Теперь хочется, чтобы вы что-то сказали. Насколько, может быть, я прав или заблуждаюсь? И как вы к этому относитесь? Безусловно, что вы как психологи, видите, вы нашли оправдание всему. И вы... Я хочу сказать, что еще раз повторяю, это рекомендация, это не приговор. То есть, рекомендовано. Мы можем озвучить сейчас, потому что вы уже начали озвучить, я, как правило, это не делаю, только после того, как выдам результаты. Вы можете поделиться своими результатами с остальными окружающими. То есть, вы уже практически результат свой озвучили. Да. И тогда я скажу, что очень... Я впервые... Вот у меня более 200 клиентов уже проходил. Впервые терапевт по коррекции речи. Ну, то есть, многопед. Да. И вы не знали еще о том, что вы и это можете. Да. То есть, это у вас лучше всего получится, этим вы не занимались. А вот все, что вы сейчас говорили, это приводит именно вот к самому успешному результату. Ну, потому что именно тест показывает вашу успешность еще. Вы к ней идете. Угу. То есть, у вас все, вы даже нашли почему. Да. Я, действительно, вас не знала я честно. Вот, прочитывала все диаграммы и результаты, да, тестирования. Ваше... Что там входит в этот тест, еще раз озвучу. Это физиология, да, церебральных полушарий. Угу. Это мотивация к труду. Это ваши способности, ваши таланты, вот по Холланду, где разбирались, да, все таланты, которые там... И механические, которые у вас развиты, что теперь это редкость, это вообще у вас в дефиците. Исследовательские, социальные, у вас зашкаливает. Вот он. Это ваш талант. В предпринимательстве, ну, мы видели небольшой процент, да, и рутинный талант. Вот это все рассматривалось. Вот комбинация показала следующее. Поэтому я честно прочитала вот то, что показал тест. Угу. Что касается вашей деятельности. Вот, безусловно, что вам сейчас взять и все это разрушить. Конечно же, не нужно это делать. А вы можете просто развиваться дальше, то есть открыть новое направление. А вы уже этим занимаетесь. То есть вы сейчас сами сказали, что вы добавили схемы, вы добавили фонетику, вы добавили вот, 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 вот. Все. То есть привлек сильные стороны. Сильные стороны. Нас поставил на службу, что называется, да? Да, да. И вы, да, вот это все, что вы используете, то, что, может быть, если бы вылили лагогидом, так вы бы открыли тут школу по коррекции речи. И, возможно, какой-то автор своего направления выставил. Да. Но, так как мы этого не знали, вы даже не подозревали, а не рассматривали хиси, как вы говорите вообще. Вообще, да. Вообще. Нет, там родители учились. Ну, вы просто назвали, да, но это как инженер. Да. Родители вот генетически, они же не просто так все это. Конечно. Это просто основано все это. Просто так не я не знала, кто ваши родители. Вот видите, почему это происходит. Это тоже очень важный фактор. И сейчас, может быть, вы сделаете что-то в психологии то, чего не делали другие. Потому что, кроме вот этого направления, у вас есть колоссальные личностные качества, которые, в первую очередь, на желание, с которым вот этот вот восторг, с которым вы делаете свое дело. Вообще. Все, что у вас как бы искренне. И это подкупает. То есть, вам не хочется общаться. То есть, у вас все равно социальный талант. Да, он же у меня максимально. Зашкаливает. Зашкаливает. И вы его по максимуму используете. И даже ваши сомнения, переживания, это говорит только в пользу человека, сомневающегося, который будет развиваться и расти. И я бы вам просто рекомендовала еще в вашем центре открыть логопедический. Вы там глухих научите говорить. Понимаете? Но я сейчас это серьезно говорю, потому что не всем это дано. То есть, когда вы говорите, я иду и слышу, как бы я построил. То есть, у вас, понимаете, идет схема в голове, вы ее выстраиваете не на эмоциях, а вы выстраиваете схему в голове, как бы вы работали. Да. Он делает логопед, когда работает. Да. Я просто когда-то работала, я не просто так сейчас говорю, я работала с глухими. Сначала моей профессиональной биографии работала, я еще и дефектолог. Поэтому я работала именно слуховиком, и работала в интернате для глухих детей. И я понимаю, о чем я сейчас говорю. Как это выстраивается. И именно вещи, умение выстраивать. Но я инженер совсем, мне такое не выпало. Хотя я училась в авиационном институте изначально. Вот. И это я оставила, не проходя тесты. Просто вот я такая смелая девчонка, я взяла и авиационный институт оставила. И пошла на биофак, потому что мне нравилось. А нужно было вообще… Каразин на биофак? Да. А нужно было по тесту пойти… Первое у меня то, что рекомендуют тесты, это преподаватель иностранных языков. То есть я лингвист тоже. Ну, я… Да. И в Каразине есть инъяз. Да. Ну, не обязательно инъяз. Нужно было и филфак. Да, и филфак. Но именно преподаватель языка. Вот так это звучало. Это в переводе так это звучит. Ну, там уж как угодно. Можно… Ну, любой язык. Но я не занимаюсь этим. Вы знаете, вот вы сейчас начали говорить про институт. Ну, про свой, да. Я вот вспомнил себя. Когда я поступал в институт, у меня была очень самая странная ситуация. Я вот хочу особенно, может быть, об этом сказать в рамках нашего разговора, чтобы родители тоже обратили внимание. Я человек увлекающийся. Ага. И мне на вопрос родительский, ну что, ну куда бы ты хотел, я отвечал, а мне все интересно. Вот это вот была еще более сложная ситуация. То есть, если бы мне тогда этот тест… Представьте, ну мне говорят, ну у нас нет в семье врачей. Ты бы хотел быть врачом? Я сижу и говорю, ну в принципе очень интересно. Там такая есть глубина. Там научные знания. Там столько всего. Конечно, я бы хотел быть врачом. Ладно, хорошо. А хотел бы… И дальше идет перечисление. Вот все, что мне говорили, все, что мне не называли, я понимал, что это все очень серьезно. Что это большие дисциплины. Что это… Я все бы хотел. Мне было очень трудно выбрать. Ну просто… Я даже вот… Ну… Ну… Самое, что было с краю… Вот самое, что было с краю… Что, кстати, мне показал тест. Я с детства люблю готовить. И вот это… Вот это вот… Любовь к готовке… Вот это вот единственное было, что на миллиметр выделялось от всего остального. Интересно все. И вот в этом как бы проблема. Сейчас… Что делает ребенку, которому интересно все? Да. Вот тест помогает, потому что он немножко рамки устанавливает. Потому что есть еще способности и таланты. Да. Вот я хочу, но не могу. Да. Например. Вот… Ожидание и возможности… Вот это соединение, этот симбиоз дает секрет успеха. Да. То есть, дает… Вот если он есть, этот секрет успеха, то этот тест показывает. И вот это… Я бы… Да. Я бы очень сильно рекомендовала к нему прислушиваться. Ну да. Это правда, да. Вот… И другая крайность, которая на консультации приходит ко мне, родители иногда записывают своего сына. Самое млад… Сначала у меня был порог на консультации. Самый младший ребенок был… Это где-то в районе там 17 лет. Это вот… Сначала было так, что приходят и говорят, пожалуйста, поговорите с ним. Мы вообще… Ему не интересно ничего. Я понимаю, что я-то поговорю. Но что я буду… Там, конечно, касалось другой проблемы. Но как одна из проблем была заявлена. Ребенку, сыну не интересно ничего. Мы не понимаем просто, как ему помочь. Он говорит, мне помощь не нужна. Что тебе интересно? Мне интересно ничего. Вопрос. Как что, не жить теперь? Мне кажется, в этой ситуации вы сталкивались с такими общего проблемами? Очень чаще, чем с тем, что… Чаще, чем все интересно. Да. Это новое поколение. Да. Ну, мы понимаем. Я сейчас не буду описывать, почему это произошло. Мы все примерно знаем, почему. Есть, есть, понимаем. Да, примерно. Что происходит? Что происходит? Почему дети… Во-первых, в тесте заложено и ориентация на высшее образование. Давайте честно скажем, что не всем могут иметь высшее образование. Да. К сожалению, все хотят у нас. Да. По старинке хотят еще. Родители хотят. По советской старинке. Но новое поколение уже не понимает, не до конца понимает, зачем образование. То есть, я, например, еще считаю на сто процентов, что необходимо это закончить. Сын мой уже, как они говорят, соусул. Уже, то есть, но он заканчивает. Поэтому, как бы, жаль времени проведенного и так далее. И необходимо. Дальше все сложнее и сложнее мотивировать. Да. Поэтому есть тем, кто не должен учиться, а родители хотят. То есть, здесь идет конфликт уже такого плана. Тест советую. Тут вы говорите, повар. Он просто здесь… Ну, как бы, честно говоря, я не встречала эту профессию. Но она однозначно там есть. Да. Она есть. Потому что она очень… Да. Она есть, эта профессия. Но там здесь будет более… Вас не встретилось. Она встречалась. Ну, так повар, он так не звучит. А там… Ну, человек связанно. Менеджер по… Да. С едой как-то, да. Да, да, да. Вот что-то, да. С этим связано, да. Попробуем. Я подозреваю, что сильно… Потому что у меня были показаны вот эти вот стороны более сильные. Да, конечно. Он же повел меня по пути… И вы выбирали. То есть, он… Ваш выбор должен совпасть… Если он совпадает, тогда это вообще, ну, скажем, успех. Да. Вот. Если он не совпадает, это тоже неплохо. То есть, вы не подозревали о том, что вы это можете, о своих возможностях. Да. Ожидания, то есть, не всегда совпадают. Особенно у детей. Потому что, опять-таки, исходя из… Я не знаю кем-нибудь, мне все интересно. Или мне ничего не интересно. А бывают, вы знаете, вообще комбинации, когда ребёнка, вот, родители занимались им, они его водили по всем кружкам, занимались бабушки, рисовали, пели, танцевали, спортом занимались, во все школы отдавали. И вдруг произошло что-то невероятное. В 15 лет, вот, пубертатный период, он сказал, что не хочу учиться. Вдруг это часто встречающийся. И вот приходит, проходит, проходит тест. И вот этот талантливый ребёнок, у него выпадают, там, зашкаливают у него и таланты, и способности. А комбинация показывает, что он нигде не успешен. Понимаете? То есть… А как же быть с таким? То есть он, в принципе, тогда… Ну, вот то, что родители возлагали на него, вот он занимался, и тут у него организм сказал «стоп» в 15 лет. Наверное… Просто перегрузили, наверное, его серьёзно. Как вариант перегрузили, как перенасыщение произошло. Или, может быть, это уже всё, что он для себя взял в этой жизни. Понимаете? У нас, ещё раз повторяю, ожидания. Мы все хотим быть сами успешными. Конечно. Дети наши успешные. И этот тест должен показать. И, ну… В чём ты вели. Максимально. Бывает такое разочарование ещё другого плана. Когда ребёнка выпадает, он может быть и юристом. И, например, показывает, прокурор. И врач-психотерапевт. И врач-ортодонт. И, скажем, в разных профессиях… И тут родители говорят «Боже, да мы же пришли к вам, чтобы… А у вас талантливый ребёнок!» Опять. Бывает и такое встречалось. Ну, вот я вам могу показать. Передо мной лежит ребёнок, у которого всё. Единицы. Посмотрите-ка. Вот вы можете даже зачитать профессии, которые… Биолог, молекулярный генетик. Биолог. Молекулярный генетик. Я его видела, этого ребёнка. Да-да-да. И он самая первая. Потому что у меня с ним… Мы в симбиозе работаем. Он у меня выиграл все олимпиады. И он… Химик. Фармаколог. Это просто прочитайте. Он всё это может. Химик. Эколог. Военно-морской офицер. Офц. Авиации. Армия. Офицер. Математик. Специалист по компьютерам. Метеоролог. Администратор баз данных. Дизайнер информационных систем. Статистик аналог. Археолог. Инженер-компьютерщик. Историк. Этнолог. Терапевт по коррекции речи. То есть… Он всё это может. То есть это… Да. Он всё это может. Да. Он, к сожалению, не хочет учиться. Ага. То есть у него… А это, кстати, тоже может быть понятно. Почему? Ему природа дала всё. Он может выбрать любое, но он ничего не выбирает. Угу. То есть нужно ещё приложить к этому. Вы же понимаете, нужно быть талантливым. Уже есть такая банальная фраза. Да. Дин процент таланта и 99 усердия. Ну вот… Да. Надо что-то… Развиваться в течение жизни. Не просто… Вот… Эта база у него есть. Генетика, безусловно, прекрасная. И всё, что ему дано. Но вот… Нужно использовать ещё. Нужно использовать. Да. И тогда получается… Что… Но здесь характер ещё… Характер, да. Характер, да. Характер, да. Очень немаловажный характер. Ну вот мне нравится, что этот тест, он рассматривает человека с нескольких сторон. То есть здесь вот… Нет какого-то такого вот одного. То есть вот то, что… То, что сейчас вот мне Татьяна дала вот этот список зачитать, да. Это… В тесте занимает… По-моему, это на последних страницах идёт. То есть перед этим идёт много диаграмм, которых… В которых говорится о других гранях. Да. Это комплексный подход. В этом ценность этого теста. Не так, что… Приведите ребёнка, и Татьяна вам скажет, кто он по профессии. Нет. Тут… Да. И анализ уже потом надо делать тоже исходя из этого комплекса. Как вот на моём примере… Я вот почему… Я и задумывал вообще-то поделиться своим примером. И то, что я прошёл тест, что вот у меня ситуация может либо напугать, с одной стороны, да. То есть ты не тем всю жизнь занимался. Ты инженер, сидишь тут и рассказываешь, что ты психолог. А с другой стороны, сколько в психологии есть подходов, каждый из которых разный. Гештальт подход на чувства, позитивный психолог – это уже другая история. Все же подходы разные, и ведь каждый психолог принёс что-то своё. У Фрейда свой подход – психоанализ. Да. То есть все эти подходы… Ну вот сейчас самый известный, популярный, да, это Лобковский. Да. Михаил Лобковский. Он вообще… Ему диагноз в детстве ставили, поэтому… Да, СВГ… Татьяна, я когда вижу его шесть правил, у меня в этих шести правилах вот этот вот максимализм вот этого вот ребёнка с СДВГ прямо сквозит. Ну правильно, но кто-то же очень-очень многие сейчас взяли и решили свои проблемы. То есть он открыл новое направление. Да. Может нравится, не нравится, но оно есть. Поэтому вот у него совершенно другое направление. И он… То есть это то… Только в 30 лет, по-моему, закончил психологические попытки. Да. У него изначально другое образование. Да. И в этом направлении, в его сквозит, та его составляющая личностная, которая к психологии приклеилась и получилось это направление. Вот, собственно, так же и подходы получаются, все эти психологии. Да. Поэтому я про себя, когда вот уже с вами как бы пообщался, когда уже понял, что всё не так плохо, надо просто правильно понимать. Потому что а не кидаться так, что всё, бросай всё. Бросай всё. Безусловно. Вести самое лучшее, то что вам дано. То есть вы узнали себя ещё с другой стороны. Да. Что вы ещё можете о своих возможностях, о том, о чём не подозревали. Я же говорю, что я бы, например, вам посоветовала в вашем центре ещё и логопедические открытия у вас там получится. Ой, Татьяна, у нас такой талантливый логопед, что я боюсь. Серьёзно. Я даже в каком-то смысле сейчас, наверное, уже так сказал, рекламирую логопеды нашего центра. Но это человек, который взлетел после окончания института, просто и клиентов нет отбоя. Я даже зря рекламирую, потому что очень много клиентов у нашего логопеда. Правда. Просто вот сколько логопедов было разных, но вот сейчас... Если у него будет много клиентов, вы можете к нему подключиться. У вас тоже это получится. Наверное. Значит, я, скажем так, в заключении нашего интервью я хотел бы сказать, что всё-таки мне кажется, что без этого теста очень сложно в нашем таком переменчивом мире, когда появляются дети с вот такими вот крайностями, как я в детстве был, которым всё интересно, и такие вот, которыми Татьяна, как она сказала, большинство сталкивается, что не интересно ничего. Поэтому родителей таких и таких детей, проходите этот тест, решайте эти вопросы вовремя. Да и вообще даже подтвердить своё желание... Своё намерение поступить. Да. Я бы тоже посоветую. Потому что, действительно, кто-то сейчас напрягается из вас, я имею в виду родителей, да, очень сильно по поводу того, чтобы подобрать ВУЗ, возможно, в Европе, возможно, в Украине, возможно, где-то ещё дальше, может быть, в Соединённых Штатах. Вы тратите на это много усилий, вы пытаетесь финансово это всё обеспечить, настраиваетесь на это. И хотелось бы, чтобы ваши усилия, чтобы ваши стремления и ваша помощь ребёнку вашему ещё была подкреплена вот этой информацией. Тогда будет понятно, что это превращается в правильную инвестицию, а не вот в такую вот наугадку. Потому что я просто знаю эту историю, когда ты живёшь-живёшь, тебе позвонил друг и сказал, слушай, смотри сюда. Значит, там, в таком-то штате, у меня живёт друг, он работает в таком-то университете, есть места. И начинается история закручиваться вокруг возможностей. А эта возможность, она не связана с реальностью, а реальность – это возможности того ребёнка, которого туда хотят засунуть. И вот уже папа начинает звонить, начинает планировать, продавать дачу, всё это считать. А там вообще минус с плюсом. Потому что потом ожидания папы совершенно не оправдаются. Да, как минус с плюсом, а будет, отталкивание произойдёт, просто это никакой пользы не будет. Да, они тебе слепая любовь, не замечают и так далее. Хотят передать, ну, нам же говорили об этом, передать. Конечно. Или воплотить свои несбывшиеся мечты. Конечно, потому что я в Америке не думал учиться, а вот сейчас будет. Конечно. И всё это начинает вот так закручиваться. Я хочу, у меня не получилось быть балериной, будет моя дочь. Да, да. Ну, что бы то ни стало, сядет наш богатый и будет держать равновесие. Да, да, идеально. Ну, это здорово вообще, когда хотят родители. Безусловно, я всегда уважаю родителей, которые занимаются детьми. Только им респект. Да. Любые их начинания я только приветствую. Ну, поэтому... И советую, конечно, пройти этот тест, потому что я прошла сама, прошли мои родственники, прошёл мой сын. И я искренне советую всем его пройти. И главное, вовремя. Если сейчас смотрят родители, да, то можно пройти вовремя. Можно позже, если ещё какие-то затруднения, скажем, в ВУЗе. Сейчас легко, мобильно они могут перейти, ребята, из одного ВУЗа в другой, поменять. Это не так вот, как это было раньше, ломалось всё это. Да, конечно. Да, поздно система была. Сейчас намного гибче всего. Они воспринимают даже по-другому. Молодежь сейчас по-другому воспринимает все события, которые легко меняют. Ну, в общем-то они, по сравнению с моим поколением, намного гибче. Да. Даже любую с этим и хочу это взять на вооружение. С трудом мне это даётся. Ну, тоже пробую учиться. Ну, сейчас нам пандемия немножко добавила. Ну, возможности другие появились. Можно дистанционно учиться, многое пошло открылось. Гибкости добавила, я имею в виду, да? Да, да. Мы никогда не думали, что уроки будем вести в пустом классе перед камерой. Когда-то это вызывало даже ужас и страх у каких-то учителей. Теперь это необходимость просто получилась. Да. Обязательная необходимость. Ну, опять-таки я такой же оптимист, как и вы, Денис. Это здорово, то, что я научилась новому. И это всегда, то есть когда идёт работа над самым, это всегда очень здорово. Для любого человека, для личности, для личностного роста, как это. Людмила, да, да. Да, это здорово. Татьяна, большое вам спасибо за интервью. Я надеюсь, что мы с вами раскрыли тему теста Аристотеля полностью. И если какие-то будут вопросы, ещё раз повторюсь, контакты Татьяны будут под видео, где бы вы это видео не смотрели. Фейсбук, Инстаграм или Ютуб. Поэтому обращайтесь лично, проходите тест и помогайте своему ребёнку строить его будущее сразу правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...